Первые. Молодцы. Ракетка одна на пару, но это временно. Игре в бомбинтон второклассники 10-й школы только учатся. Один подает валанчик, другой пытается его отбивать. Так тренируют технику владения спортивным инструментом, меткость и координацию. Виолетта Бобро с этой игрой познакомилась недавно, на уроке физкультуры. Пока получается не все. Сложности, ну это по-моему, в том, что когда ты кидаешь валанчик, и тот человек, который стоит напротив тебя, он должен его отбить, и ты должен его поймать еще. Таня Митрохина в бомбинтоне отличница. Этим спортом девочка занимается с 6 лет и уже может сама учить одноклассников. Самое главное, ну, не отвлекаться, смотреть на валан и, ну, смотреть, какой соперник. И когда ты на тренировке, важно замечать ошибки соперника. Ну, чтобы на соревнованиях понять его слабые места. К проекту «Бомбинтон в школу» 10-я школа подключилась в этом году. Заключили соглашение с региональной федерацией, обучили педагогов. Теперь этим видом спорта занимаются ученики со 2-го по 6-й класс. На сегодняшний день у нас три спортивные группы внеурочной деятельности, которые занимаются вот именно этим видом спорта. И в рамках уроков учитель, который имеет квалификацию по этому виду спорта, прошел курсы повышения квалификации, он работает еще и на уроке. Активно внедрять «Бомбинтон» в школы в Благовещенске начали с 2020 года, хотя пилотные проекты стартовали ранее. Пионером стала 26-я школа города. Федерация «Бомбинтонная Россия» дала такой толчок. Именно в школах были закуплены для трех школ. Специальные школьные наборы. И в дальнейшем мы сейчас еще подключили пять школ. То есть у нас сейчас из 20 школ города Благовещенска восемь наших школ уже играть в «Бомбинтон». В Федерации «Бомбинтона» рассказывают, польза для школьников от этого вида спорта колоссальная. Во время игр они тренируют сердечно-сосудистую систему. Кроме того, «Бомбинтон» помогает сохранить и улучшить зрение. В ближайшем будущем Федерация планирует развить этот вид спорта в школах по всей области. Алена Лепкалова, Юлия Мишурнова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».